Всем привет! Я очень рад, что вы сегодня ко мне заглянули в гости. Недавно мне на мою почту пришло необычное и интересное письмо. И буквально несколько строк я с него сейчас вам зачитаю. Добрый день, Олег! Меня зовут Егор, я ваш подписчик и одногодка. Я, как и вы, многие годы практикую нетрадиционную медицину. Если у вас будет желание, давайте созвонимся, нам будет о чем поговорить. И мне есть чем с вами поделиться. Но у меня к вам вначале такой необычный вопрос. Вы верите в магию, в заговоры от болезней, в то, что человеку можно испортить здоровье и жизнь, наведя на него порчу? То, что его можно вылечить молитвой или чудотворной иконой? То, что существует мир духов, через который можно общаться с умершими и так далее. И тому подобное. В общем, смысл письма, я думаю, вам понятен. Полный текст я зачитывать не буду. Вы знаете, что самое интересное? Мне часто задают подобные вопросы. Но что я об этом думаю, во что я верю или не верю, пускай это останется при мне. Просто я сегодня расскажу несколько случаев непосредственным участникам, которых я являлся. И которые меня заставили задуматься о потустороннем и необъяснимом. Были такие времена, которые сейчас называют лихие 90-е. И вот незадолго до этих лихих времен я направлялся в отдел кадров МВД. По дороге мне попалась старенькая бабулька, которая пыталась оттянуть тачку с продуктами, у которой отлетело колесо. Ну, я как настоящий джентльмен остановился, взял эту тачку и понес ее к бабульке, к этой домой. Сразу хочу обратить внимание на то, что эту бабульку я не знал. Я ее видел в первый и в последний раз. По дороге я с ней не разговаривал, так что никакой информации о себе я не передавал. Только время от времени уточнял, куда надо идти. Мои мысли были все в отделе кадров, я боялся опоздать на собеседование. А бабулька жила в другой стороне, и мне пришлось сделать небольшой круг. Сумку я ей принес, попрощался и побыстрее бы мне бежать, чтобы не опоздать. Но она настоятельно остановила меня, пошла в дом и вынесла мне вот эту вот, сейчас я вам покажу иконку. Вот эта иконочка, она так раскладывается, она из трех частей. Здесь был когда-то крестик такой толстый, золотой. Ну, в общем, вот такая вот иконочка. Передавая ее мне, она сказала, не расставайся, сынок, с ней никогда. Туда, куда ты сейчас идешь, она тебе там поможет. И дальше всегда тебя хранить будет. Я иконку машинально взял, поблагодарил бабушку, сунул ее в карман и побежал, потому что уже опаздывал. Все обошлось, на работу в милицию меня приняли, пришел домой, все же не рассказал, иконку показал. Сидим мы с ней и думаем, откуда эта бабуля узнала, куда я иду. Хотя ее слова, в принципе, были общими, без какой-либо конкретики. Ну и я, как, я у нее иконку взял, все. А вот женщины, они же любопытные. Не то что мы. И Алена начала ее рассматривать, читать, что же там написано. И смотрит. А в этой иконке с одной стороны псалом написан, а с другой молитва святому Олегу. Заметьте, не святому Петру, не святому Николаю, а именно Олегу. Это совпадение или бабулька обладала каким-то даром. Любопытство все же меня постоянно разбирало. И через месяц я купил продукты и пошел к этой бабушке в гости. Раньше просто не мог. Но ее я уже, к сожалению, не застал. Она умерла. И соседи мне рассказали, что сколько они ее знают, сколько она здесь живет. Она всегда лечила людей молитвами, заговорами. Судьбу людям на картах предсказывала. Так я и не узнал, было ли все это просто каким-то совпадением. Или у этой бабушки действительно был какой-то дар, и она что-то про меня узнала. Теперь идем в лихие 90-е. Там тоже со мной случилось немало чего интересного. В те времена был пик славы у многих экстрасенсов, магов, целителей, знахарей, провидцев и проходинцев. Деньги они зарабатывали вагонами, разъезжая со своими целительными и магическими гастролями по всему бывшему Советскому Союзу. Естественно, они посещали и наш город, а наше подразделение брало их под охрану. Чтобы парни лихие, рикетеры, не отобрали у них честным трудом заработанные гонорары. И вот так получилось, что практически со всеми на то время знаменитыми целителями я был прямо или косвенно знаком. И видел их закулисную жизнь. Ну, первоначальное мое мнение о них было, что это все бизнесмены, актеры и шарлатаны. Но со временем в отношении некоторых целителей мое мнение в корне изменилось. Ну а в отношении некоторых укрепилось, что это настоящие шарлатаны. Там печати ставить не еды. Один из первых целителей, с которым я столкнулся, это был целитель и экстрасенс, как он сам себя называл. Который через телевизоры заряжал воду, крема, еду, напитки, аккумуляторы от машины, батарейки от фонариков. И мог любую болезнь вылечить через экран телевизора, махая руками. Фамилию его я называть не буду, потому что о мертвых либо хорошо, либо никак. Мое поколение хорошо знает, кто это. В те времена на предприятиях даже перерыв сдвигали по времени, чтобы страна могла подзарядиться и оздоровиться с помощью его чудодейственной силы через телевизор. И вот после того, как он приехал к нам с гастролями, я еще больше укрепил свое мнение о том, что это просто хорошо поставленный бизнес, рассчитанный просто на доверчивых людей. А теперь на минутку представьте, когда вся страна, весь Советский Союз сплошные доверчивые люди, которые за эту лабуду еще в те времена и платили. Вы представляете о размерах гонораров у этих экстрасенсов? Затем к нам в гости в город приехала на гастроли какая-то бабулька на трех джипах под охраной каких-то официально вооруженных до зубов бандитов. Она разговаривала с духами, снимала порчу и лечила от всех болезней, даже неизлечимых традиционной медициной. Ну минут 30 она этим занималась на сцене, лечила, предсказывала, с духами разговаривала. Ну а потом сказала, что ее целительная аура немножко подсела, что она приустала. Но это не беда, у нее с собой есть ее чудодейственные, заряженные ее энергетикой фотографии. Они, мол, тоже лечат и неплохо. И порчу, кстати, тоже снимают. Главное знать в каких случаях и куда эту фотографию приложить надо. И дальше 2 часа она торговала этими фотографиями. Чемоданов 5, наверное, продала. Хочу заметить, что стоимость одной фотографии была как зарплата нашего бойца за полгода. Но вход на сеанс у нее был бесплатный. А очередь, а драка за ними. И крики больше одной фотографии в руки не давать, не продавать, чтобы всем хватило, куда смотрит охрана. Дурдом отдыхает. Потом те бандиты, что бабульку охраняли, загрузили все заработанные этим нелегким трудом денежки в свои джипы и уехали. Ну, а наши осчастливленные лохи с высокоподнятой головой и приложенными фотографиями к разным местам, в том числе и интимным, разошлись по домам, рассказывая друг другу по дороге, как им сегодня не сказано, повезло и полегчало. И смех, и грех. Как вы думаете, какое мнение у меня складывалось после таких сеансов о всей вот этой мистике? Дальше еще были некоторые целители, маги-колдуны, но мое мнение о них не менялось, а укреплялось. Лохотрон. Ну вот, к нам в город приехал Юрий Лонга. Его с нами уже нет, но я его назвал, потому что у меня осталось очень хорошее впечатление о нем, как просто о человеке и как о профессионале своего дела. Какой он целитель, это судить тем, с кем он работал, по конечному результату. Но то, что он делал на сцене, меня поразило. Описывать я не буду, это долго, но кое-что сейчас я вам расскажу. После окончания гастролей Лонга захотел отблагодарить нас за то, что мы его охраняли. И кто хотел, подходил к нему. Что он там им говорил, о чем они разговаривали, я не слушал, а никто об этом потом и не распространялся. От предсказания мне я отказался. Он понял, что я в это все не верю и воспринимаю, как хорошо профессионально поставленное шоу. Тогда он попросил меня отойти в сторонку и указав на моего друга детства, сказал, что он скоро умрет. И назвал дату его смерти. Ему он этого не говорил. Я Лонга ответил, что это плохая шутка, таким не шутят. А что он сказал, ошибки быть не может. Это его судьба. Плюс-минус 1-2 дня от названной даты, но это все-таки случится. Впоследствии я убедился в правдивости его предсказания. Мой друг вскоре получил травму при выполнении служебных обязанностей, был комиссован и умер именно в названный день. Скажу честно, мне было, мягко говоря, не по себе. Ведь то, что произошло, в корне меняло все мои взгляды на происходящее вокруг меня. Вы уже знаете, что я приверженец народной медицины. И меня трудно удивить тем, что какой-то листочек, веточка или ягода может вылечить от какой-нибудь болезни. Но это все естественно и природно. Но то, с чем я столкнулся, это не вписывалось уже ни в какие рамки. Это было уже что-то потустороннее и как для меня непонятное и труднообъяснимое. Дальше было много разных экстрасенсов, целителей и откровенных шарлатанов. Каждый пытался в те времена заработать в меру своих возможностей на безбедную старость. Кашпировский к нам приезжал. Ну, экстрасенса и целителя в нем я не увидел. У меня было с кем сравнивать. А вот то, что он классный психолог и гипнотизер, это да. Это у него не отнять. Тут он профессионал. Говорили, что он якобы и умерших воскрешает. Но здесь, я думаю, он откровенно перемудрил. Ну, тогда, сами понимаете, как я уже сказал, каждый зарабатывал как мог. Одним словом, после гастролей Юрия Лонга я долго не видел ничего сверхъестественного и необъяснимого. И тут к нам приезжает Серафима, которая не только меня, но и весь наш город поставила на уши. То, что происходило несколько дней подряд в пятитысячном зале, полностью переполненном, уму непостижимо. Это что-то было наподобие массового экзорцизма. Люди сотнями падали на пол и с ужасными криками бились в огонь. Знаете, как в фильмах ужасов показывают, когда в человека вселяется дьявол. Ну, а теперь представьте, что таких людей за один сеанс где-то с полтысячи, если не больше. И все эти люди извиваются на полу, орут, стонут, хрюкают и становятся невероятно юркими и сильными. Их трудно схватить и удержать. Представляете, два-три бойца спецподразделения с трудом удерживали хрупкую девушку или бабушку. Кто-то сейчас, наверное, скажет, что это у вас за бойцы, которые с бабулькой справиться не могут. Но наша задача на то время была людей не обезвредить, а аккуратно их перенести на сцену к Серафиме, которая там их принимала и успокаивала. И делала она это, на удивление, быстро и без особых усилий. Ну, а потом эти люди уже ходили по залу сами, спокойно, но как зомби. Глаза стеклянные и полное непонимание того, что с ними происходит. От увиденного, я хочу сказать, я был в шоке. У нас с ребятами мурашки по коже бегали. А после гастролей, когда она уезжала, она у нас еще и одного бойца к себе в ученики забрала. Разглядела в нем природный талант целителя. Он потом с ней на гастроли к нам в город приезжал. Талантливым оказался. Это мой друг Вадим. Он, наверное, сейчас меня смотрит и, пользуясь случаем, я хочу передать ему привет. Вадюха, привет. Соскучился я уже за тобой. Когда пивка попью? Кстати, у меня была сильная травма спины. И куда я только со своей спиной, по каким больницам, по каким врачам, по каким костоправам не ходил, все до лампочки. А вот он с моей спиной разобрался быстренько. Я о ней до сих пор не вспоминаю. Кто смотрит давно мой канал, там есть сюжеты, когда я на пасеке хожу, какие корпуса тягаю. Так вот, о спине я и не вспоминаю. Я не знаю, какой Вадим, как его называется, экстрасенс, о чем он там с духами разговаривает. Но мануальщик, он от Бога. Руки золотые. Серафима сразу в нем талант, видите, скрыто разглядела и раскрыла его. Дальше в моей жизни была встреча с белым братством. Мария Дэви Христос и Юрий Кривоногов. Мое и старшее поколение, о них много слышали. Ну, а тот, кто не слышал, зайдите в интернет, наберите Мария Дэви Христос, вам выдадут кучу информации. Потому что в двух словах о них не расскажешь. Но мне до сих пор интересно, что случилось с этими людьми. Что это было? Религия, гипноз, магия или наука? Вопросов до сих пор остается много. Не только у меня. Но то, что я тогда увидел, в корне изменило мои взгляды на оккультные науки и религию. Я уже не был столь категоричным, отрицая очевидное. Ну и еще один маленький случай из своей жизни и буду заканчивать. А то вы на меня порчу наведете. Ко мне как-то обратились мои хорошие приятели с просьбой найти по своим каналам настоящего знахаря, а не мошенника. Которых, как я уже говорил, в те времена хватало. Дело в том, что их мальчик уже ходил в третий класс. Но когда спал, не мог проснуться, чтобы в туалет сходил и уписывался. Куда его только не водили, кому его только не показывали. Кто-то советовал будильник заводить. Что мог, будильник зазвенит, он проснется и в туалет пойдет. Все бесполезно. Будильник звенел, он сперва уписывался, потом просыпался. То есть ничего не помогало. Ну и я решил обратиться к местному цыганскому барону. Царство ему небесное, широкой и чистой души был человек. Он меня выслушал и направил к одной из своих цыганок. На удивление, я ее уже знал. Мы ее иногда задерживали за приставание людям на улице. Она предсказывать судьбу им пыталась. Естественно, за вознаграждение. Мои друзья взяли сына. Я вместе с ними пошел к цыганке. Она читала какие-то молитвы, выкатывала яйцом. Ну и потом рассказала, что делать дальше. Инструкция была такая. Когда ребенок заснет, сварить яйцо вкрутую, которым она катала. Белок отделить от желтка и выбросить птичкам. Затем взять тарелку желток и молитвы, написанные на бумаге. Которые она читала. Она их нам с собой дала. Затем надо было залезть под кровать, на которой спал ребенок. Мы туда еле все втроем затолкались. Потому что всем было, во-первых, интересно. Ну и немножечко было так, знаете, страшновато. Магия ведь. Затем молитву надо было три раза прочитать. Листки эти под кроватью сжечь. После пепел смешать с желтком. И добавить туда несколько капель святой воды, которые нам цыганка тоже дала с собой. Потом надо было подойти к входной двери. И с правой стороны просверлить в дверном косяке дырку толщиной церковную свечку. Такую, знаете, свечки тоненькие. По длине дырка должна быть такая, чтобы весь желток туда без остатка залез. До этого мои знакомые ходили по наставлению цыганки в церковь. Ставили там свечи. Я не помню, под какие они там иконы их ставили. Давно это уже было. И дождавшись, когда свечи прогорят, забрать один агарок. И принести домой. И этим агарком надо было заткнуть вот эту дырку с яйцом. То есть яйцо туда мы затолкали. Агарком дырку закрыли. И все это шпаклевкой замазали. Все это делалось на убывающую луну. И цыганка уверенно сказала, что когда луна начнет расти, ребенок уже будет совершенно здоров. Вы не поверите. Но все так и случилось, как сказала цыганка. Мальчик уже не уписывался. Он был совершенно здоров. Врачи не могли помочь. Цыганка помогла. И опять сумбур в моей голове. Ведь я был всему этому свидетель. Белая это магия или какое-то черное колдовство, наука или законы природы, о которых знаю только посвященные, я не знаю. Вопросов с каждым таким случаем в моей жизни добавлялось. А внятных объяснений этому я так и не находил. Вот такие невероятные случаи иногда происходили в моей жизни. Их было немного. Но они заставили меня задуматься. Все ли так просто и прозрачно в этом мире, как нам порой кажется. А что вы думаете по этому поводу? У кого-нибудь из вас происходили такие случаи? Было ли что-нибудь подобное в вашей жизни? Необъяснимое, но в то же время реальное. Всем пока. До новых встреч. Крепкого вам всем здоровья. И мирного неба над головой.